Это часть моей жизни, которую я обожаю. Здесь сочетается моя страсть к путешествиям и к кулинарии. Вчера мы выехали из моего родного Кейптауна и двинулись по шоссе Р-62 в сторону Гарденрут. Сейчас мы в поместье Книсна-Пизула. Здесь я проведу ближайшие дни с исполнительным шеф-поваром Джеффом Мюрреем и его командой. Я буду совершенствоваться в ресторане «Закаре». Мне сказали, здесь делают все от собственной салями до своих собственных консервов. У них есть свой органический сад-огород, где можно взять свежую продукцию. Я с нетерпением жду ближайшую пару дней. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. День первый. Пизула. Это Пизула, отель и спа. В отеле находится Закари. Это ресторан на нижнем этаже. Следуйте за мной. Итак, это ресторан Закари. Здесь совсем мало столиков. Одновременно тут поместится не так много гостей, но еда первоклассная. Джеффри – очень спокойный парень. Он, ну, вы сами все увидите. Мне не терпится начать работать с ним и его командой у них на кухне. Исполнительный шеф-повар Джеффри Мюррей. Доброе утро. Как дела? Хорошо у тебя? Хорошо. Вот наша кухня. Добро пожаловать. Это зона горячего. Это что-то вроде основной зоны приготовления. Здесь все вместе готовят. Это очень хорошо. На многих кухнях люди изолированы в своих отделах. Они рассматривают свой отдел как отдельную территорию. А здесь все отвечают за свою область, но общая зона приготовления позволяет людям общаться. А сюда приносят выпечку, молокопродукты и тому подобное. Разные сорта сыра у нас – великолепные сыры. Понюхай. Очень интересная комната. Я стараюсь, чтобы у нас готовилось много своих продуктов. Например, прекрасные куски бекона. Затем у нас есть ветчина собственного приготовления. Ветчина в роме и патоке. Чтобы ее изготовить, нужно терпение. Чуть позднее мы с тобой приготовим салями. Это свиной жир, который у нас есть. Если взять его в руку, то чувствуешь, как жир начинает таять от тепла твоего тела. Джеффри, вы готовите это мясо заблаговременно. И его приготовление начинается за полтора года до сервировки. Это невероятно. Терпение, терпение, терпение. Здесь мы принимаем различные поставки. А еще выращиваем разные побеги. Побеги гороха. Ростки гороха. Недавно в Таиланде меня поразила одна вещь. Когда там приходишь на рынок, видишь не два вида грибов, а 12 разных видов. Сейчас Южная Африка становится такой же. Постепенно становятся доступны новые продукты. И что самое приятное, они постоянно становятся все свежее. Продукты называют органическими не только из-за процесса выращивания. Это только начало. Как их растили, как их собирали, как их продавали, кто их купил, что с ними сделали, как они очутились на столе. Почему-то все думают, что на органических продуктах должен стоять соответствующий штамп. Если есть отличное, для меня более важна чистота, то, как был произведен продукт. Штамп, что он органический, менее важен. Вот здесь кондитерский отдел. В основном они работают утром. Именно здесь выпекают весь хлеб и свежие багеты. Это довольно просторный отдел. Часто под кондитерский отдел отводится лишь небольшой уголок. Но я люблю выпечку. Фиона и Жанин покажут тебе, как делается хлеб. Мы славимся своим зерновым хлебом. Это самый лучший. 1800 граммов пшеничной муки. 10 граммов могут что-то изменить? Выпечка дается мне хуже всего. Да, здесь нужна точность. Три чашки овсяных хлопьев. Хорошо. Они за мной смотрят. Ладно. Три чашки простой муки. А льняное семя? Вы за мной следите. Следите за мной. Если что-то пойдет не так, она сможет сказать, шеф, это была не я. Дрожжи. Мы берем свежие дрожжи. Чуть теплая вода. Температура не выше 45 градусов, иначе дрожжи погибнут. Скоро будет готово мое. У этой кухни положительная энергетика. Посмотрите, все рады, все улыбаются. У меня почему-то всегда были проблемы с тестом для хлеба. Надо обязательно смешивать все в верной пропорции. Тогда на всех батонах будет одинаковое количество каждого вида семян. Она хочет их пересчитать. Пересчитает. А куда мы идем? Вот так. Вода нагреется, и образуется пар. Пар даст тепло, которое необходимо для того, чтобы началось брожение. Да. Ясно. 35 минут. Спасибо. Всегда пожалуйста. Здесь самое большое количество кухонных агрегатов из всех, что я видел. Многие продукты выращиваются на территории поместья. Все, консервированный инжир, джем, чатни, салями, ветчина готовятся прямо здесь. Хендрик Леруа. Я Хендрик. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Здесь два разных вида салями. Марокканско-итальянское. Это качественное органическое сало. Ты захочешь увидеть кубики жира. Значит, надо просто нарезать ровными кубиками по консистенции, как сливочное масло. Пока ты этим занят, я приготовлю смесь специй. Я вижу тут перец горошком, кориандр, куркуму, копченая паприка, обычная паприка, каенский перец, не слишком острый, чеснок, корица, много разных специй. Ты отлично управляешься с ножом. Мы с Джеффом сверстники. Если бы не это, можно было бы подумать, что добрый дедушка поясняет своему внуку, что нужно делать. В марокканской колбасе половина оленины и говядины, и половина свинины. В итальянской – только свинина. Ясно. Я сделаю марокканскую острую. Ты можешь сделать итальянскую салями. Когда услышишь пощелкивание, переверни сало еще раз. Мы пропустим через жернова все специи. А чуть позже добавим жир и все перемешаем. Селитра, соль, чеснок, все смешиваем. А теперь мы просто перемешиваем специи. Прямо на мясо? Да. А теперь добавим глюкозы. Тоже сюда? Да, и перемешивай. Почему-то мне на кухне всегда достается грязная работа. Начинай растирать. Кидай прямо туда, а затем добавим половину сала. Сейчас шесть часов, обеденный зал открыт. В ближайший час поступит много заказов, поэтому нам нужно разобраться с этим сейчас. Да. На пробу. Посмотрите. Это кубик? Это не кубик. Это мог быть только я. Я его съем. Нет, это лучшая часть. А теперь закроем это пленкой. Кладем пленку прямо сюда. Пленка плотно прилегает, и мясо под ней маринуется. Увидишь, какого цвета оно будет завтра. Правда? Процесс уже пошел. Мне надо уйти, но потом я вернусь. Спасибо. Завтра выложим в оболочку. Это был прекрасный день, правда. Я видел, как из элементов собирается целое, и это дает хорошее понимание духа вашей пищи. Это было здорово. Никогда не видел кухни, где все были бы так спокойны и собраны. И все это исходит от тебя. Я рад, что почувствовал. Я надеялся, что ты это заметишь. Именно поэтому мы приготовим определенные блюда, которые тебя наверняка заинтересуют. Да, но дальше будет еще интереснее. Нам еще многое надо сделать. Я готов. Отдохни. Ладно, спасибо. Рад, что тебе понравилось. Спасибо. Этот шеф-повар – дзен-буддист, понимаете? Джефф источает спокойную и естественную уверенность. И это пронизывает всю кухню. Но я признателен за то, что меня рано отпустили. Кухни и ресторанов – настоящие убийцы. Приготовлено в Африке. День второй. Пизула. Это мой второй день в Пизуле в ресторане Закарии Джеффа Мюррея. Мне кажется, вчера Джефф просто хотел, чтобы я привык к обстановке в Закарии. Надеюсь, на второй день он усложнит мне задачу. Я так хотел, чтобы сегодня на мою долю выпало больше ответственности. Я опять делаю хлеб. Кажется, Джефф пытается меня лучше узнать. У нас наладился контакт. Он отличный парень, понимаете? Он из тех людей, кого хочется видеть в числе друзей до конца своих дней. Готов к осьминогу? Готов ли я к осьминогу? Да, я готов. Этих осьминогов выловили неподалеку. Приготовим из них карпаччо из осьминогов. Питер тебе покажет. Вы будете вместе работать. Я так заинтригован, и почему я раньше об этом не подумал? Питер Чан, это Мирпуа. Помню, как впервые зашел на кухню. Мирпуа – это что? В ту же минуту я узнал, что всего-навсего это основа для супа. Вот и все. Это щупальца осьминогов. Я промыл и вычистил фрисоски. Они абсолютно чистые. А почему бы не снять кожу? Нет, кожу снимать не надо. В этом весь секрет этого блюда. Ясно. Посыпаем солью, а теперь кладем все вместе. Это блюдо такое простое. Я кладу целый лавровый лист, потому что в Мирпуа. Да, я использую нечто особенное. Эта пробка поможет сделать осьминога мягким. Правда? Ясно. Кидаем пробку сюда, кладем в кастрюлю осьминога. Пропорция любая, это не важно. А затем варим в течение часа. Один час? Да. Я должен был увидеть это собственными глазами. Я увидел это собственными глазами, но не верю, что сработает. А теперь мы займемся изготовлением салями. Начинаем начинять оболочку. Посмотри. Хорошо видно, как изменился цвет мяса за ночь. Сейчас они жесткие. Оболочки должны стать гибкими, чтобы можно было начинить. Кладем их в воду. Сразу все? Положим в воду минуты на четыре, чтобы стали мягкими. А затем польем их холодной водой. Делаем шарики вот так. А теперь кладем сюда остальные шарики. Продавливаем их вниз. Хорошо, так сойдет. Сейчас я натяну оболочку сюда, на эту насадку. Она действительно заполняется. Потрясающе. Натягиваем их, как что-то неприличное. Медленно. Я всегда волнуюсь, когда приходится играть новую роль. Это прекрасно. Когда мы закончим, надо будет сделать героический снимок. Мы в ряд с салями. Берем небольшой штырь или нож с острым кончиком. Делаем отверстие, чтобы дать выход воздуху. При высыхании колбасы воздух будет выходить через отверстие. Полюбуйтесь на наше мясо. Он пишет, что итальянское салями будет готово через 3-4 месяца. После этого отправить Джастину. Хорошо. Сейчас мы попробуем колбасу, которая была выдержана в течение трех месяцев. Она стоит затраченных усилий. Мысль, что колбаса, приготовленная в этой самой кухне, ошеломляет. Вы молодцы. Это правда. Именно таким и должен быть ресторан-предусмотрительность на кухне, и любовь, вложенная в приготовление пищи, обязательно проявится на столе. Так оно и есть. Я как мальчишка в конфетной лавке. Давайте вернемся к осьминогу. Готов проверить, как он? Да, я уже вижу, какой он нежный. Просто поразительно, как сильно изменился в размере. Теперь нам осталось только дать ему остыть до комнатной температуры. Пусть немного остынет, и мы продолжим. Я несколько ошеломлен. Ты представляешь, сколько тут информации. Здесь можно многому научиться. А к тому моменту, как ты научишься, придет пора менять меню. Все исчезнет, и придется привыкать заново. Ладно, покажи мне, Питер. Хорошо, это многоэтапный процесс. Ладно, это твой, а это мой. Нам понадобится небольшая емкость. Так. Дорогой мерный кувшин. Сделаем небольшое отверстие, чтобы жидкость могла течь сверху вниз. Берем осьминога и кладем сюда. Слегка поворачиваем. Что делаем дальше? Это обычная крышка. Она как раз по размеру. Надеваем. Используем это. Прижимаем вниз. Нам надо прижать осьминога. На самом деле все просто. Это не сложно. Просто нужно терпение. Время и терпение. Это всегда нужно. Терпение. Терпение на кухне необходимо. А теперь плотно заворачиваем и в холодильник. Пусть постоит восемь часов, после этого он готов. Будем с нетерпением ждать завтра. Ты учишь меня не только готовить, ты учишь меня терпению. Могу ли я присутствовать на обслуживании сегодня вечером? Да. Я буду только смотреть и не стану никому мешать. Первые посетители приходят около семи, это минут через десять. Сегодня только смотри. Только смотри и запоминай все, что тебя интересует. Только смотри. Все вопросы позже. Постарайся хорошо разобраться в происходящем. Заказали две порции горохового супа и две порции рыбы. Вторые закуски на четвертый стол. Одно фуа-гра, одна перепелка. На этой кухне для меня нет места. Она заполнена, каждый за что-то отвечает. При пятизвездочном обслуживании именно так все и должно быть. Это потрясающе. Посмотрите, на пятачке, где едва поместится кошка, шестеро мужчин и женщин отсылают блюда, точно как часы, и сделано с нуля. Большинство ресторанов в отелях не лучшие в данной отрасли. Этот ресторан? Нет. Самое главное, местное население его поддерживает. Люди поняли, что здесь подают недорогие блюда в роскошной обстановке. Хорошая еда в хорошем окружении. А все благодаря Джеффу Мюррею. На сегодня я закончил. Мои незаметные наблюдения завершены. Я хочу вернуться в свою комнату и немного поспать. Приготовлено в Африке. Знакомо ли вам ощущение, что это последний день отпуска? Вот, что я чувствую по поводу сегодняшнего дня в Закаре. Это мой последний день на кухне с шеф-поваром Джеффом Мюрреем и его командой. Мне не терпится закончить Карпаччо из осьминога и узнать что-то новое. Но, кажется, это будет одно из самых грустных расставаний. Я видел все, но по-прежнему не верю. Не веришь? Он холодный и плотный. До сих пор сомневаюсь. Я уже вижу желе. Поразительно. Снимаем крышечку. Это не сложно резать. Это Карпаччо. Тонко нарезаем осьминога. Здесь лимонный сок с оливковым маслом. Слегка сбрызнем осьминога. А теперь черное золото. Маслины коломата. А это томаты черри. Мы их просто подсушили в духовке. А теперь мелкие листики петрушки. Это плосколистная петрушка. Мне кажется, у нее бесподобный аромат. А во вкусе петрушки есть некая пикантность. Она все время меняется. Мне она нравится. И морская соль. Посыпаем руками. Она довольно крупная, так что мы ее растираем. И все. Предельно просто, но изысканно. В этом есть соблазнительный шик. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я больше не хочу снимать кулинарное шоу. Я хочу только дегустировать. Понимаете? Кулинария – это страсть. Дело не в том, нравится вам или нет. Это страсть. Это так. Для нас это радость. Если это работа, забудьте. В этом вся суть. За исключением тех моментов, когда приходится делать нечто подобное. Это не забава. Это не забава. Бумажная работа – это совсем не весело. Все должно быть подсчитано, все оценено. Это тоже важно. Так что, я уверен. 10 штук по 500 граммов копченого лосося. Вам не нравится вот эта упаковка, которая тут есть? Вам не нравится? Нет, ненадежная. Замороженные продукты никогда не кончатся. Мне хотелось, чтобы вы сгрузили это ко мне в машину. Для заведующего рестораном или его владельца важно не только подавать хорошую еду. Их заботит дебет и кредит, финансовая выгода, закупка товара, в которой мы заняты, неотъемлемая часть работы. В последние часы работы в Закаре я чуть не прослезился. Мне будет грустно. Мне будет грустно отсюда уходить. Через пару дней я окажусь в другом ресторане. У меня появятся новые друзья. А в конце недели мне будет вновь грустно. Что дальше? Надо принести к обеду кое-что с огорода. С удовольствием. Мангольд и Рукколо. А в этом месте вас не покидает ощущение покоя? Я знаю это точно. Думаю, именно поэтому сразу после открытия я проводил здесь много времени и сейчас прихожу. Тогда мне все было вновь, а все новое пугает. Ты говоришь с растениями? С растениями? С некоторыми. Если хорошо себя ведут. А если плохо? А если плохо, особой нужды нет. Тебе никогда не хочется их погладить? Они тебя чувствуют. Кажется, где-то здесь я видел перец. Да, тут есть. Он большой. Да, есть большие. А вот и он. Не очень острый. Не очень. Да, он не очень острый. Я начинаю чувствовать. Нет, еще не до конца. Мне кажется, иногда люди приходят в пятизвездочный отель и ждут от тебя что-то вроде оригинального подарка. И мы его дарим. В разгар сезона мы дарим им банки с лимонами и маракуйей. Бутылочки со сладким соусом, чили собственного приготовления и так далее. Мне кажется, люди это выше ценят, чем товары, которые может купить кто угодно и где угодно. Это что-то особенное. Это что-то особенное. Нам это тоже приятно, что-то приготовить и отдать тебе. Новый заказ. Два салата «Цезарь», один бургер, среднепрожаренный, без фри. Я не сожалею, что у меня не было возможности участвовать в сервировке или приготовлении блюд на заказ. Я кое-чему научился в этом ресторане. Если готовить еду самому с самого начала, она всегда будет вкуснее. Ты точно знаешь, откуда продукты. Контролируешь все вкусы, которые туда входят. Если вы готовы настолько углубиться в приготовлении пищи, ваша еда будет изумительно вкусной. Займитесь едой с самого начала. Вырастите овощи, приложите силы, чтобы их приготовить. Когда вы сервируете их на тарелке, вкус будет несравненный. Надо предлагать усилия. Вот что я узнал. Приготовлено в Африке. День третий. Блеттенберг Бэй. В последние дни я беспокоился о том, что мне приготовить для Джеффа, а потом меня осенило. Достаточно просто оставаться собой. Это белые мидии. Вы найдете их на любом песчаном пляже в Южной Африке. Для танца белых мидий нужна вода. Просто крутите ногами, вот так. Это выглядит, будто вы танцуете твист. Вы обязательно что-то почувствуете под стопой. Это будет одна из мидий. Если что-то берете у природы, берите только то, что можно, что нужно. То, что вы съедите за день. Это дары природы. Что можно сделать, если вы хотите кого-то поразить, но уступаете ему в кулинарном искусстве? Вернитесь к тому, что знакомо. То, что я приготовлю Джеффу, я готовил с 10-11 лет. Это мидии. Белые мидии с тремя видами масла. Это очень просто. Неважно, возьмете ли вы белых или черных мидий. Я приготовлю их на пару с небольшим количеством белого вина. Мидии раскроются, и я достану их из раковин. А затем я сделаю чесночное масло, масло с чили и масло с черным перцем и лимоном. Слегка обжарю и сервирую с хлебными палочками. Вот моя основная идея. Во-первых, это на 100% натуральное и органическое. Свежее не бывает. Во-вторых, я дам возможность распробовать все ингредиенты, не забивая их вкус. Я был вновь потрясен, открыв для себя людей, с которыми работал на кухне. Джеффри Мюррей – необыкновенный человек. Его убеждения просматриваются в каждом аспекте его кухни. Все начинается с органической продукции. Он знает, откуда она. Еда готовится в ресторане с самого начала. Я был поражен знаниями, которыми Джефф так свободно со мной поделился. В конце концов, я всего лишь повар. Ведущий – Джастин Банелло. У меня впереди еще долгое путешествие. В случае удачи, в самом конце я стану хорошим поваром. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Пророчание. Пророчание. Продолжение следует...